Благотворительность Благотворительность Как давно он существует Хотелось бы поговорить, допустим, об этом Это уже прошедший концерт Да, это уже прошедший концерт Мы как команда образовались В 2011 году собрались И уже с 2012 года мы работаем как фонд Ченделимден Это был один из самых первых наших концертов Сезимби Сенминен Девочке срочно требовалась операция Мы помогли, собрали денежки Провели большой концерт И девочка К сожалению Все не очень хорошо Что касается следующих Я вижу дальше Это целая череда концертов Детей, которые нуждаются в помощи Это у нас Урматик Совместно с молодежным движением Махдиль Мы помогали ему Собрали денежки на операцию Ему на глаза требовалось Этот же концерт был самый последний Вот 10 апреля буквально он закончился Для Аджара Мы делали ряд акций Да, да, ряд акций То есть мы и по рынкам И у нас была ярмарка Благотворительная И в конце концов У нас был концерт В конечном итоге Вместе с родителями Вместе с добрыми людьми Нам удалось собрать 25 тысяч долларов И девочка Вот буквально вчера Можно сказать Она улетела в Турцию В Анталию на лечение Теперь мы будем ждать результата И я вот вижу, что вот таким образом Вы выкладываете отчеты О проделанной работе Да, 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 да Чтобы все было максимально чисто И прозрачно То есть это как раз таки Есть эти урны С которых собирались все эти деньги Угу Кстати, мы знаем то, что на данный момент Вы занимаетесь над одним проектом Работаете Да, работаете над одним проектом Называется он Эллю ТИН 50 ТИНов Расскажите о нем, что это за проект И как его реализовывать Насчет проекта Мы до этого помогаем всем нуждающимся Стараемся помочь Но как бы мы ни старались Мы не можем охватить всех И вот такая вот идея возникла Создать опцию среди мобильных операторов 50 ТИН Где люди сами по собственному желанию Подключают данную опцию И с его счета На благотворительность Будут переходить 50 ТИН в день То есть 15 сомов 15 сомов Это, говорите, зародилась идея А чья была эта идея Все-таки Может быть это было придумано Во время мозгового штурма? Если честно говоря Идея возникла так Что мы вот Бегали концертом Но Каким-то образом Нам позвонил Мужчина Хотел встретиться Поговорить Предложить кое-что И как-то мы встретились Встретились Он пришел И говорит Ребят, вы занимаетесь благотворительностью Может вы Будете продвигать такой проект 50 ТИН Он объяснил все То есть это он предложил вам Да Не являясь членом вашей организации Да Он увидел наши концерты Говорит Вы молодые У вас получится А у меня семья У меня работа Я должен этот Ну вы может попробуете Но хорошую идею он подогнал Да Потом мы ходили и подумали А действительно Почему бы и нет Да То есть прошло уже несколько лет Да И как бы мы как-то отодвинули на задний план этот проект Ну вот мы так подумали Подумали все-таки нужно начать Да Почему бы и нет С миру по ниточке Я думаю что такое Другое название этого проекта Но Эллютейн Это действительно по национальному И понятно всем Сколько будет взиматься Ну и многие наверняка будут задаваться вопросом Ну хорошо я подключу себе эту услугу к сотового оператора Там Насколько прозрачно будет сбор средств И потом дальнейшая их направленность Ведь все люди будут задаваться вопросом А где я смогу увидеть Где деньги Куда поступили Можно ли это сделать с помощью онлайн Да мы до этого провели опрос Что каким образом людям больше будет доверие И такое предложение поступало Создать наблюдательный совет Мы даже собрали список Кому люди больше доверяют Там И у нас определенный список есть После того как уже будут первые шаги 50 Мы уже будем идти к ним на встречу И предлагать чтобы они стали составлены наблюдательного совета И параллельно будет действовать сайт Где будет видно сколько денег поступает И на какие расходы уходят Значит все таки возможно отслеживать Отслеживать за собранными средствами С помощью онлайн интернета Да мы такой вариант сейчас предусматриваем через сайт Это все что было И самое это то что мы написали письмо Министерство здравоохранения Дать статистику кому вообще можно помочь У кого больше шансов И кто нуждается Они нам отписали статистику Для того что сейчас в Кыргызстане Примерно около ста детей Которые являются сиротами И болеют по рукам сердца Они вот ждут только деньги на операцию На расходы Вот что мне понравилось в вашем проекте Это делается по желанию опять же потребителей Да конечно Это 15 сомов в месяц 50 тын в день Допустим в той же самой Америке Это делается принудительно А здесь по желанию Хотелось бы спросить А также вы занимаетесь так же волонтерством И ходите с урнами В чем отличие все таки вас волонтеров А других тех кто продает ручки Блокноты Блокноты Я думаю что многие сталкиваются Влажные салфетки Что я часто встречаю Да с таким видом сбора средств Там с блокнотами с ручками Даже брелки мне кажется тоже Да бывает такое тоже Да мы тоже замечали что такие ходят Мы даже иногда пересекаемся Во время процесса сбора денег Такое бывало Но первое то что заметно Я замечаю что у них Такой то неуверенный взгляд Кому они помогают Они вообще наверное сами даже не знают Кому они помогают А наши волонтеры уверенно ходят Говорят У нас у наших волонтеров Бывает бэджики С печатью Что они у нас волонтеры И справки Кому мы помогаем То есть если человек Который хочет пожертвовать Определенную сумму Неважно сколько Спросит Вашего волонтера О том кому будет Уделена помощь Из этих средств То есть они Ответят Подробно И то есть Все эту информацию Они хорошо знают И предоставят документацию Есть ли еще какой-то Интересный способ Проверить Потому что даже Наверное Справки Историю болезни Всегда можно Скажем так Выдумать Я предлагаю вообще Нашим телезрителям И может быть вам Если встречаетесь С такими случаями Мошенничества Обязательно Выкладывайте это в сеть Потому что сеть Социальные сети Как правило Самый популярный Метод Поделиться новостями Поделиться на болевших То есть как вы с этим Вообще Пытаетесь ли что-то с этим делать Или вот Не хватает времени Да Мы до этого еще не дошли Как проект начнется Осуществляться 50 тын Тогда уже будем Уже предусматривать Какие варианты мы еще можем Делать насчет этого А кстати Проект эрю тын Это не единственный ваш проект Поскольку я знаю Был еще до этого Проект под названием Плюс 18 Как он прошел? Что это был за проект С интересным названием? Нет вообще проект Он есть у нас В законе Да прописано то что Нельзя продавать табачные Спиртные напитки Лицам не достигшим 18 лет Но к сожалению Это не всегда придерживается Часто не придерживается Да Часто это не работает Этот закон Можно так сказать И наши волонтеры Совместно С нашим ГУВД Мы ходили Проводили рейды То есть проверяли Вот такие вот магазины Нарушителей Да То есть накладывали На них штраф Чтобы как бы Они все равно Придерживались этого проекта Мы следили Чтобы в каждом магазине В каждой торговой точке Да Висела обязательно такая штучка Где написано То есть Лицам Младше 18 лет Не продавать Спиртные и табачные напитки А были ли подставные Клиенты актеры Да Тайны покупателей Да Это у нас получается То есть ГУВД Сам по себе не может Провести контрольные рейды А совместно с нами Мы заключили Как бы так сказать договор Что от нас волонтеры То есть мы имеем право Как контрольный рейд Если нашим волонтерам Продают То мы зовем Органы Которые будут налагать штрафы Ну и напоследок Разовый Или вот этот вот проект Плюс 18 Или периодически Вы будете снова Отправляться на рейды И проверять Недобросовестных продавцев Периодически мы проверяем Потому что Большие магазины Как есть Один магазин уже оштрафовал Все Все магазины уже знают Уже не продают Уже боятся Да А потом опять обновляется Скажем даже персонал возможно И опять возникает подобная проблема Да Спасибо вам большое За то что вы делаете Это действительно очень большая работа Хочу напомнить Что сегодня у нас в гостях Представители общественного фонда Это Алмазбек Куматов И Мейрим Абдрахманов И мы говорили на тему Нового проекта Который пока еще не вступил в силу 50ИН или ЭЛЮПИН И будем надеяться Что это все организуется Не будет только просто идеи Большое вам спасибо За то что вы делаете Работаете И выполняете Такую добрую работу Вам спасибо Вам спасибо